2000, прошу прощения, всего в 200 километрах к югу от Италии разворачиваются события, грозящие превратить один из самых известных курортов Средиземноморья в арену боевых действий. Речь идет о Тунисе, в котором в последние дни усилились антипрезидентские выступления, сопровождаемые массовыми беспорядками. Так, полтора часа назад разъяренная толпа попыталась захватить здание Министерства внутренних дел. В ответ полиция открыла огонь и пустила слезоточивый газ. Несмотря на введенный комендантский час, стычки манифестантов с полицией идут не только в столицы страны, но и в курортном городе Хамамет. В туристических районах пока спокойно, однако европейские путешественники, в частности из Германии и Британии, уже начали покидать страну. Россиянам воздержаться от поездок в Тунис уже рекомендовало федеральное агентство по туризму. Вадим Глузкир следит за ситуацией. Описание того, что происходит сейчас в Тунисе, могло бы начинаться словами репортажей из недавнего советского прошлого. Нерадостные лица тунисцев в первые дни нового года. Просто власти никак не ожидали, что предновогоднее 50-процентное повышение цен на хлеб, оливковое масло и сахар спровоцирует массовые акции протеста, кровопролития и требования к президенту Бен-Али досрочно уйти в отставку. А тут еще событие в городке Минзель-Бузаян, где молодой выпускник университета застрелился после того, как полиция конфисковала у него фрукты и овощи, которыми нельзя было торговать на улице без лицензии. Сразу после этого трагического инцидента тысячи людей вышли на улицы. Молодежь громила магазины, автомобили и правительственные учреждения. Полиция применяла против протестующих слезоточивых газ и стреляла в воздух. Но это было только поначалу. Потом уже стреляли на поражение. Накануне президент Бен-Али уже в третий раз обратился к нации и предложил для Туниса поистине революционные меры. Я уже распорядился обеспечить абсолютную свободу прессы и снять все ограничения на доступ в интернет. Разрешенный Ютюб и возможный ход в отставку, правда, только через три года, поначалу успокоили протестующих, но, как оказалось, ненадолго. После ночной манифестации, одобряющей действия Бен-Али, сегодня утром акции протеста возобновились. Главное требование – президент должен идти в отставку немедленно. Мы надеемся, что это начало демократических перемен. Мы не требуем еды или работы. Мы хотим, чтобы президент ушел в отставку. Пусть убирается вместе со всей своей семьей и Министерством внутренних дел. Тунис считается одним из самых благополучных африканских государств, достаточно быстро избавившимся от клониального французского прошлого. 80% жителей страны относят себя к среднему классу, а отсутствие полезных ископаемых с лихвой восполняется туризмом. Правда, сейчас именно с этим проблемы. Персонал гостиницы настоятельно нам не рекомендуют куда-либо выходить. Экскурсии отменены, аэропорт в столице закрыт, и как мы попадем домой, пока неизвестно. Например, британский туроператор Томас Кулб уже начал эвакуацию из Туниса. 1800 туристов, англичан, естественно. Россиян пока эвакуировать не будут. Туристам рекомендовано за территорию курортов не выходить в жилые квартары, не удаляться. Собственно, там и события какие-то происходят. Как будут развиваться события в Тунисе, сейчас абсолютно непонятно. С одной стороны, для Запада эта страна важный союзник в борьбе с исламским экстремизмом. С другой, ни США, ни Франция не собираются вмешиваться в политический кризис. Несмотря на многочисленные и практически ежедневные акции протеста во Франции с требованием отставки президента Бенали, все-таки не следует забывать, что здесь проживает 600 тысяч тунисов. Официальный Париж никак не комментирует ситуацию, приветствуя лишь демократизацию тунисского общества. Все-таки о трагических последствиях колониального прошлого здесь помнят до сих пор. Вадим Глузкин, Евгений Ковалев, Парижское бюро НТВ.